здравствуйте друзья сегодня мы смотрим 4 эпизод RAID ESCAPE FROM TARK OF поехали сразу сэншена начинается ровно на том месте на котором закончился третий эпизод обратите внимание да то есть это то на чем я заострил внимание на осмотре третьего эпизода то есть с одной стороны понятно да что юсеки они в основном все в кепках и там у них там написано юсек да с другой стороны видим что сотрудники BR ну по крайней мере те которые остались они в основном в шапочках но интересный момент да то есть оператор юсековский который работает с помповым дровяком оказывается это не полуавтоматический дробовик как мне показалось в третьем эпизоде а помповый то есть оператор который работает с помповым дровяком он тоже в шапочке и по большому счету да то есть он осуществляет динамический досмотр угла и буквально тут же доля секунды до производит выстрел раненого сотрудника BR еще раз то есть без обозначений до которые там есть еще там где-то я кстати говоря я не знаю если получится вряд ли получится потому что этих видео целое море и я его наверное на полях интернета навряд ли смогу найти но я точно наблюдал видео где там условно и гиловские бойцы да там зачищают какую-то небольшую деревеньку и там у одного из этих террористов на голове видимо там gopro камера что они очень любят да ну и там выбегает один тоже непонятной одежде и потом прям видно да тут тут вскидывает автомат и и поворачивать голову и смотрит на свою повязку потом смотрит на убегающего человека смотрит еще раз на свою повязку а потом его как бы поражает то есть еще раз я хочу сказать что это не зря придумано все и не зря люди носят такие вещи невозможно в этой вот в этом бардаке в этой суматохе пыль грязь до выстрелы и невозможно вот в данный момент адекватно проконтролировать кто это свой или чужой а тут как бы ну опять же я еще раз говорю очень многие вещи потом уже вот спустя какое-то время когда досматриваешь понимаю что сценаристы не просто так это сделали это вряд ли их косяк ну как бы вот обращаю ваше внимание на этот момент такой коридор да и углубление один ушел вправо с ружьем а двое остались контролировать это тупо из-за которого постоянно была угроза вот они вдвоем очень грамотно посмотрите как грамотно раз еще раз ну во первых да то есть человек который досматривал угол сделал все довольно грамотно да то есть он кстати говоря у него автомат калашникова с этим жуковским цевьем да и прикладом судя по всему то есть он обработал угол сливал плеча потом вышел дал команду что все чисто клир переложил оружие в удобное положение то есть на на правое плечо но клир то есть или там говорит чисто не совсем корректно почему потому что они до конца еще досмотр этого помещения не произвели и вы увидите чем это и во что это обернется вот смотрите да то есть они полностью разошлись в разные стороны опять же чисто то есть еще раз да то есть второй номер второй номер должен однозначно контролировать действие первого номера первый номер когда производит досмотр комнаты второй номер должен смещаться таким образом чтобы первый номер мы не пересекал сектор обстрела да и первый номер также должен постоянно эту ситуацию учитывать и условно говоря даже если они зашли одновременно вот именно вот с этого угла да то есть получается фактически слева направо да у них мертвые зоны то по большому счету первым первому номеру надо было против часовой стрелки обходить ну вот допустим вот эти три тела да то есть вдоль стены а второй номер должен был наоборот смещаться по часовой стрелке и таким образом они вдвоем бы с двух сторон под перекрестный огонь ставили бы опасное место но тут понятно один наклонился к одному партнеру другой наклонился отвернулся к другому партнеру вот в принципе все и это и произошло на самом деле это не совсем правильно вернее совсем даже неправильно по одной простой причине они же точно не знали и не понимали какое количество бойцов там находится внутри да то есть что это был последний или предпоследний там как вы видите дальше еще один угол и там в конце в конце этого помещения в той душевой в крайне там как раз таки один из их коллег исековцев как бы находится уже понятно уже готовый то есть вот такой вот тоже аспект который хотел бы вам тоже бы обозначить вот интересный момент да тоже то есть вот смотрите перенос перенос плеча выстрел перемещение выстрел переброска оружия на заряжание встает за бетонный столб не за металлический это то есть это я где-то я не знаю это читал наверное это боям да ну такое вот наставление альфа да то есть боец сотрудник спецназа вступает в рукопашный бой да если он пролюбил основное оружие автомат наш герой пролюбил его пистолет ну судя по всему тоже нож ножа у него нет обратите внимание у него ножа нет но даже если бы он и был то о чем мы с вами говорили по моему по второй части да то есть вот в этой вязкой в этой вязкой борьбе до воспользоваться ножом который находится у тебя на плече практически нереально почему-то не руку просунуть никак больше я вам скажу скорее всего вашим ножом воспользуется ваш противник именно при таком расположении а на бедре вот в данном конкретном случае он постоянно в доступе постоянно в доступе смотрим дальше успел достать пистолет так выстрел броню билет тут же подбегает почему потому что схватил магазин собираются переварядиться как вы понимаете да самбо наше все каратэ боксом я не знаю постоянный плоск постоянный плотный контакт в этой ситуации понятно дикари набежали судя по всему за уставом почему потому что с другой стороны да вот тоже обратите внимание да когда как деревья простреливаются да то есть я не договорился там был момент когда герой упал и выбежали там дикари вам повернул голову и ну а как бы фиксирую до опасность а при этом попадание пуль в землю происходит за ним то есть это нереально чтоб с той стороны обстреливали скорее всего есть угроза еще и с другой стороны тоже довольно важный момент сейчас когда он уходит от преследования по лесу да то есть это опять же до проверено на стволы деревьев но я не знаю какого там они диаметра да там 20 сантиметров еще что то вообще бы легкую простреливаются из-за автомата калашникова про рельсы я вообще никаких комментариев говорить не буду но вот деревья да то есть про про простреливаются вообще в легкую на вылет поэтому имейте ввиду деревья ни разу не защита да это может быть укрытием от глаз да но никоим образом не от пуль противника очень тоже интересный момент да многие могут сказать у там как бы такая толпа по нему стреляет ни один не попал а он там сейчас вот как бы несколько выстрелов выйдет два двоих да тут же с ним не тоже обратите внимание да те стреляют на бегу фактически да то есть на вскидку он же из положения лежа очень грамотно на набегающих противников отработал это уже кстати говоря его противник юсеф я долго не мог понять что это на самом деле разный вот теперь понятно то же самое то есть остановка вскидка поражение ну понятно дикари берут количеством ясно дело тоже вот важный интересный момент который я хотел здесь откомментировать да то есть заметьте да он снимает плиткер плать плать керри на то есть плите плита носится понятное дело не для того чтобы он последние капли жидкости из гидратора как бы попить хотя тоже вполне возможно но я сомневаюсь что он только из-за этого да скорее всего там он просто не будут же это все фильм кидать скорее всего он там что-то доставала из мини рюкзака который я не знаю его там он совершенно не рейдовый да и даже близко там я не знаю домой его скорее всего даже на один день выхода не хватит есть такие небольшие рюкзаки да которые там ютили больше как utility back могут они могут цепляться непосредственно на заднюю часть плитоносца я честно говоря тоже пробовал этот вариант совершенно неудобно то есть неудобно по одной простой причине для того чтобы его снять необходимо снимать с себя все это довольно тяжелое неприятное внутреннее занятие тот же момент когда ты наконец-то можешь себе это все снять да по большому счету там теперь в этот момент нам уже ничего не нужно в этом в этом я не знаю вообще как говорят все что закреплено у тебя на спине это все для быстрого доступа твоих товарищей там может быть аптечка но не ваша индивидуальная аптечка этой аптечкой может воспользоваться кто-то из ваших товарищей там может быть вне всяких сомнений граната подсумка для гранаты или даже 2 почему потому что одну допустим сзади стоящий может вытащить у вас да там и использовать ее для входа в помещение там может находиться веревка опять же да там может находиться какой-то инструмент и по большому счету это все очень удобно и оперативно может быть использована именно вашим вашими коллегами вашими партнерами для самого себя для себя любимого ну очень неудобное место намного удобнее вот кстати в прошлый раз не сказала хотя это было по моему видно очень хорошо в третьей части у у скифа у него был фанни пэк фанни пэк то есть это вот как вот раньше помните в девяностые носили до такая сумочка не было удобно носить там пистолет и там деньги и прочие разные всякие вещи и когда вот ты идешь такой в трикошниках и футболки весь модный да все у тебя находится вот в этой вот сумочке как кенгуру там идешь да она у тебя болтается на одном месте вот как бы этот вариант хоть и небольшой но он более удобный в плане оперативного доступа ну и понятное дело все что находится у вас сбоку все что находится у вас впереди поехали дальше вот шумак да тоже тоже интересная вещь я к нему раньше скептически относился судя по всему юсеки тоже не щеки а эти а вот юсековцы любят это дело очень удобно то есть он сказал эй фронт да то есть работай по фронту не помнишь по фронту фактически отвлек положение для стрельбы вообще многие когда им гол когда когда они им говорят принять положение лежа для стрельбы у всех у девяносто девяти процентов в голове да именно положение на животе оружие впереди да и изготовка к стрельбе на самом деле как вы должны понимать положение для принятия лежа их намного больше в том числе и на спине и это было очень хорошо также продемонстрировано вы помните да когда они после борьбы и все корицу бегу бегала скиф как бы лежа на спине как бы обработал его из автомата калашников классика понятно это на животе когда вы стреляете вперед и вот из этого положения да то есть в принципе как вот как практически как брейкданс танцуют многие так даже называют там типа боевой акробатика на самом деле ним не будем до применять там всякую разную непонятную терминологию то есть из положения лежа да вы всегда можете выйти в два положения да то есть в правую сторону положение на боку и при этом автомат у вас уперт в правое плечо вы лежите на левом плече это положение или допустим даже на правом и на правом боку но при этом если у вас автомат на левое плечо это положение очень удобно при стрельбе из-за бордюров. Знаете, вот в городах очень часто, да, то есть проезжая часть, бордюр, да, или поребрик, я не знаю, и дальше там тротуар, да, и то есть вот из этих бордюров стрелять, из-за этих бордюров стрелять лежа там в классике совершенно неудобно, почему? Потому что их высота иногда довольно высокая, да, а при этом выгибаться там смысла никакого нет, но с колена это вы, ваша экспорта, то есть вы будете слишком выделяться, как вы знаете, находиться над укрытием, это одна из самых плохих вещей, да, то есть надо стараться сбоку, но при ситуации, когда вы находитесь на боку, и у вас оружие на противоположном плече, да, то есть вот именно этой высоты, то есть вы голову можете чуть-чуть приподнять, ее более чем достаточно, при этом, когда автомат находится на боку, а как вы тоже могли обратить внимание, да, над капотом машина, обычно люди стреляют, завалив автомат, или вот там ребята тоже, когда обрабатывали этого же парня, когда у него был помповик, да, и он на третьем этаже спрятался, и они над лестничным маршем пытались стрелять, то есть они все заваливали карабин на бок, это делается не для красоты, да, и к гангста, или, как говорят там, к черному стилю стрельбы это никоим образом не относится. Вопрос здесь как раз в офсете, да, то есть это высота линии прицеливания и линии канала ствола. Очень много можно таких прикольных видео увидеть, когда люди стреляют, да, там из-за машины, им кажется, что они стреляют, а на самом деле они свою машину там дырявят, да, погуглите, такого очень много. Когда же вы кладете на бок, во-первых, это с значительно большей вероятностью не произойдет, раз, во-вторых, вам так намного удобнее целиться, как раз-таки, когда вы тоже на боку находитесь. Поэтому вот это вот положение очень удобное. Противоположное положение, когда вы, допустим, находитесь на правом боку и на правое плечо упираете приклад, либо на левом боку и в левое плечо упираете приклад. Я все-таки, наверное, сделаю небольшую ссылку на этот, на видео. Проще один раз увидеть, чем услышать. Но, тем не менее, договорю. Это очень удобно, когда вы обстреливаете мишень, находясь за автомобилем, лежа, да, то есть из-под автомобиля. Ну, поехали дальше. Контроль. Обязательно контроль. Вот тоже, да, интересный момент, да, то есть друг на друга смотрят сквозь прицельные приспособления и соглашаются. Еще бы вот показали, да, вот это вот, как-то солдаты Бенгази, да, там, фенечку, да, там, все наемники, типа, друг друга знают. Так, это, по-моему, библиотека, да, вернулись они. Осколок стекла, ну, селокс, да, ну, то есть, понятно, то есть, у Биара это бинт, а у капиталистов проклятых у них все как полагается, да, то есть, кровоостанавливающие, современные. Хотя вот порошкового типа даже у них уже давно не используется, то есть, у них или комбат газа, да, то есть специальная такая пропитанная уже веществом, либо специальные тампоны, которые тоже запитаны. Ну, тут вот сейчас начинается такой момент, да, когда, там, у него воспоминания, да, там, понятно, это отходняк, да, то есть после, там, огневого контакта адреналин, то есть хороший адреналин помог им хорошо бегать, двигаться, да, там, а вот обычно, когда все находишься уже там, желтой или тем более зеленой зоне, да, там наступает отходняк, то есть, клонит в сон, кого-то там, в смех, да, еще там что-то, ну, и поэтому вот тоже очень, очень интересный момент, очень интересный момент, вам повезло больше, чем нам, твое группу поставили в резерв нашу, уже знаем, ему достался телефон его командира, и там он, в общем, смотрит. Вообще, четвертая часть, чтобы вас потом не утомлять, как бы, потому что здесь много таких интересных моментов будет, но не интересных, не боевых моментов, да, что можно сказать, да, четвертая часть, на самом деле, для меня было откровением, в том смысле, что она не такая зубодробительная, как третья часть, она не такая, скажем, секс, как первая часть, когда там был полонзахват, она не такая, в общем, движниковая, тоже, как вторая часть, но она, скажем, вот, именно вот первые три части для меня стали совершенно понятны, после того, как, вот, посмотришь четвертую, да, и в плане, сюжетной линии, в плане сюжетной линии, вот, именно поэтому можно и оправдать, почему они вот четвертую часть, почти на 50%, сделали такие вот, да, вот, ну, вот, как это, как, как у меня сам говорит, чмоки-чмоки, да, то есть, да, если ты первые три части сделал конкретный экшен, то будь добр хоть в одной, да, каким-то образом это распредели и дай людям понять, да, в конечном итоге, ну, это ведь не порно, да, где сюжетная линия совершенно не нужна, это все-таки, я так понимаю, все-таки, да, я посмотрел, вот тоже, да, интересный момент, приснится такое, да, посидеешь во сне. Не очень приятный сон, конечно. Да, 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 да. Ну, то есть, на самом деле, конечно, я вот посмотрел стримы некоторых игроков, сам еще пока не скачал себе, как-то не досуг все, да, и я вот много понял, я много понял, на самом деле, это видео, это такая заквасочка, да, мини-инструкция. Ох ты, от тебя до моей искали. Вообще, конечно, все вот эти вот моменты, даже вот здесь, да, интересный момент, СКС, да, все такое. Ну, наверняка, наверняка, именно этот КПП существует в игре, да? Вода мокрая, вода мокрая. Ты не русский, что ли? Да русский, я, блядь. Пароль проверьте. Рандук, да, парольный. Без предпропуска ехай на гости. Сука, какой еще нахер пропуск? Дежурного офицера мне, блядь, позови сюда. Судя по всему, это, ну, сильно похоже на крупнокалиберный пулемет, да, или утес, или корт, ну, скорее всего, наверное, утес. Кстати, утесы производили в Казахстане в советское время. Кто играет? Наверняка, из вас кто-то играет. Есть там вот эта вот концепция вообще торговли? Братан, что надо? Ну, наверняка, можно, да, что-то намародерить там, потому что я вот видел, там, они вот эти стримеры, да, там, обыскивают трупы, да, там, всякое разное. Потом это ведь наверняка на деньги, да, меняется каким-то образом, но вопрос, как это в игре реализовано, именно вот как так, или просто там, ну, в смысле, как World of Times. Обратите, обратите внимание, да, ножны пустые. Глок с золотым стволом. А кто может заинтересоваться? Вещь хозяйская. Никто связываться не с нами. Я думал, ты серьезный коммерсант. У тебя тут автомат заболел. Хорошо, что хоть не помер. Слышь ты, Петросян, а что так хуево пружину смазали? Скажи спасибо, что не погнули, в следующий раз вообще нахер раскидали. Слышь ты, серьезный? Приноси свой хабар. Через 2 часа. Хабар. Хабар. Ну. Не. Друзья, на самом деле, 5 баллов, да. 5 баллов однозначно. То есть, ну, 5 баллов однозначно, да, этому кино, и я жду не дождусь, да. То есть, сколько вот будет эпизодов, все будем смотреть, да. И вот надпись 2B Continued, она очень вдохновляет, и, ну, как бы, дарит надежду, да. По большому счету, все, что мог, я сказал по этой серии. По сути, наверное, как я уже говорил, да, эта серия, она как определенная такая, резолютирующая определенного сезона из 4-х серий, да. И вот вторая половина 4-й серии, она, скорее всего, именно вот многие вещи проявляет, объясняет и дает возможность людям понять и отдохнуть, да, вот от этого сплошного экшена и чуть-чуть включить мозг, а не только там надпочечники, да. Ну, то есть важная, важная, важная серия, да. Но все, что касается там тактики вооружения там и прочих разных вещей, все, что я как бы заметил и усмотрел, я постарался с вами поделиться, поэтому подписывайтесь, кто не подписан, кто подписан, комментируйте, это очень важно и интересно, и я действительно буду стараться отвечать на каждый ваш комментарий. Счастливо, до следующей серии, ну и в ближайшее время есть один хороший фильм, который я, он фильм полнометражный, я поэтому там или найду чисто вырезки, комбат сцен, или просто как бы сам скомпилирую их и поговорим на эту тему более детально. Счастливо! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова